МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доходы областной казны уменьшились на 3,5 миллиарда рублей. Региональная парламентария сегодня корректировали бюджет. Смотрите также в выпуске. На свободы комиссии ГИБДД проверят разметку, а участок победы на этой неделе начнут расширять. В мэрии Ярославля подвели промежуточные итоги программы ПКД. Спустя 80 с лишним лет побывала в доме, где родилась и жила. В год 80-летия снятия блокады ярославские ветераны посетили северную столицу. 3 минуты 12 секунд. Столько понадобилось самому быстрому спасателю, чтобы подняться на 25-й этаж в полной амуниции. В Ярославле прошли соревнования «Вертикаль». Пьеса на все времена. Театр «Ленком» Марка Захарова представил в Ярославле свою версию старомодной комедии Алексея Арбузова. Череповецкие болельщики прочили победу своей команде. Не получилось. Сильнее был локомотив. Ярославские фанаты и наставник довольны. Золото у рыбинских спортсменов. Шорт-трекисты из Ярославской области взяли медали высшей пробы на Кубке России в Уфе. Вы смотрите главные телевизионные новости. В студии Екатерина Сысоева. Здравствуйте. Вместе со мной о главном регионе – корреспонденты городского телеканала. Областной бюджет к концу года будет дефицитным. Сегодня депутаты внесли корректировки в главный финансовый документ региона. В целом доходы казны в этом году уменьшились на 3,5 миллиарда рублей. Правительству области вместе с парламентариями пришлось сбалансировать бюджет, чтобы сохранить финансирование важных социальных статей. Почему возникла брешь и куда перенаправят средства, расскажет Александр Захаров. Доходы – 134 миллиарда рублей, расходы – более 140. Такие основные параметры бюджета сегодня озвучили на заседании областной думы. Соответственно, дефицит составил свыше 6 миллиардов. Он возник из-за сокращения поступления налогов на прибыль организации. В результате пришлось увеличивать финансирование социальных обязательств. Деньги пошли на поддержку многодетных семей, льготников и другие статьи. За этими деньгами – это заработная плата бюджетников, которая определена и должна соответствовать указу президента. Это вопросы поддержки контрактников, СВО, районов новых регионов. Изменения коснулись и региональной программы капремонта. В нее включили более 100 новостроек, которые поставили в план капитального ремонта до 2064 года. Новый дом, когда входит в программу, чтобы вы понимали, да, люди же уже падают в содержание жилья, и некая фора есть где-то у старых домов. Важный законопроект, который приняли сегодня депутаты, преобразование муниципальных районов по кругу. Теперь все поселения перейдут на одноуровневую систему управления. Это позволит централизованно принимать решения по развитию территорий. Сейчас эта вертикаль будет выстроена более четко и слажена. Поэтому это будет только плюс. Я больше чем уверен, что это здравый смысл, и это даст положительный результат. В районах уже принято решение о создании общественных советов по развитию территорий, в которые будут включаться наиболее активные жители, депутаты, общественники. В настоящее время и вместе с органами власти предстоит проработать систему управления, которая была бы понятна людям. После этого каждое из муниципальных образований должно определиться, какие органы власти придут на смену сельским поселениям, с какими полномочиями, с каким статусом, с юридическим лицом, либо без образования оного, будет ли у них собственный бюджет. Несмотря на то, что вступление в силу законов предполагается с 13 декабря, действующие органы местного самоуправления продолжат свою работу как минимум до мая 2025 года. Александр Захаров, Михаил Орлов, главные телевизионные новости. 13 улиц в Ярославле отремонтированы и введены в эксплуатацию. Об этом сегодня сообщили на открытом совещании в мэрии. Работы закончены на 2-й транспортной, Карла Липнихта, Волгоградской, Пушкина и других. На 16 улицах работы продолжаются. Все объекты приводятся в порядок по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В частности, улица Свободы в финале. Процент выполнения – 97. Идет устранение замечаний. На этой неделе комиссия ГИБДД проверит правильность нанесения дорожной разметки и установки знаков. Департамент городского хозяйства предупреждает автомобилистов о выделенной полосе для общественного транспорта на участке от площади Волково до Чайковского. Водителям-нарушителям будут приходить штрафы. На Победы процент выполнения – 84. Самое главное сейчас – сделать расширение проезжей части на участке от Октябрьской площади до улицы Советской. На этой неделе подрядчик приступит к вырубке деревьев и демонтажу опор освещения. Будет организовано 4 полосы движения, по 2 в каждую сторону. На Московском работы продолжаются по ночам. Прогнозируем завершившиеся работы на Московском проспекте с асфальтобетонными покрытиями до 10-15 октября. Но уже будем работать по погодным условиям. У нас впереди ожидаются небольшие дожди. Но, тем не менее, работа будет завершена в октябре месяце. Рисков мы никаких не видим. Мэр Артем Молчанов обратил внимание на вопрос озеленения улиц, которые будут отремонтированы. Не менее важно обратить внимание на эти улицы с точки зрения того состояния зеленых насаждений должны заняться высадкой деревьев. И это должно быть сделано так, как это делается с точки зрения разумного подхода. Лена Владимировна, это будет поручение вам. В настоящее время началась разработка дендроплана Московского проспекта. И я думаю, если будет позволять погодные условия, то уже осенью. Если нет, то в самом начале весны, когда будет тепло, мы начнем работы аналогичные по Московскому проспекту. Сегодня городская комиссия проверила ремонт дублера Ленинградского проспекта. Работу затронули три участка. От улицы Волгоградской до Панина и от проспекта Дзержинского до Елены Колесовой с обеих сторон. Сейчас подрядчик приступил к укладке плитки на пешеходных зонах и установил бордюры. На проезжей части ведется демонтаж старого покрытия. Рабочим необходимо будет заменить асфальт. Но перед этим проверят люки колодцев. Пока что работы выполнены на 35%. Подрядчик работает, как я уже говорил, с опережающими этапами развития за счет лимитов 25-го года. Но, тем не менее, в октябре месяце текущего года мы планируем уже завершить все основные работы. По дублеру замечаний нет. Подрядчик работает быстро, активно. И, соответственно, жителям тоже нравится то, что у нас сейчас ведется уже комплексный подход, комплексный ремонт. И работаем не только с проезжей частью, но и с тротуарами. В Брагине стартовал ремонт межквартального проезда на Ленинградском проспекте. Он ведет сразу к двум социальным объектам – школе номер 10 и 81-му детскому саду. Рабочие уже установили бордюры, насыпали щебень. На пешеходных зонах протяженностью 400 метров появится плитка к концу недели. А в начале следующей подрядчик планирует положить слой асфальта и оборудовать парковочные места. В план работ на этот год в городе включено 13 проездов, которые обновляются в рамках программы «Подъезды к социальным учреждениям за счет городского и областного бюджетов». Данный участок дороги планируют закончить через две недели. Раньше здесь были ямы, кочки, невозможность пройти. Сейчас все это благоустроится, будет хорошее тротуарное покрытие в виде приличного исполнения. Асфальтируется, будет обеспечен проезд и проход жителей в детских садах и школах. Ярославская блокадница посетила родной дом в Санкт-Петербурге. Анна Шадрина спустя 82 года побывала в своей питерской коммуналке. Воспоминания до сих пор свежи в памяти. Проснувшись летним утром 41-го, маленькая Аня увидела на лицах своих родных ужас. Объявили войну. Отец ушел на фронт, мама работала директором школы, а девочка со своей старшей сестрой старались найти хоть кусочек хлеба, чтобы выжить. В 1942-м детей на теплоходе вывезли из блокадного кольца. Так началось долгое путешествие Анны Владимировны в Ярославль. Сначала сестры попали в детский дом Пермского края. В конце войны их разыскали родители. Так они оказались в Череповце, где неподалеку в военной части служил глава семейства. Затем переехали в Ярославль. Анна Шадрина не была в своей питерской квартире на канале Грибоедова. Ее мечта осуществилась только в этом году. В рамках визита делегации правительства Санкт-Петербурга в Ярославль была организована поездка в северную столицу. Вместе с Анной Владимировной побывали в городе Наневе в год 80-летия снятия блокады еще пять ярославских ветеранов. Меня не могли остановить. Я через две, через три этих каменных... Я даже не знаю, может быть и через три, но через две точно. Они мне кричат «Остановитесь!» А я уже у двери, а дверь-то открыта, я шагаю. Это мужчина выходит навстречу. Я говорю «Здравствуйте!» Он так, ну и «Здравствуйте!» Я говорю «Вы меня извините!» Я здесь, я отсюда. Я здесь жила до блокады, я отсюда вышла в жизнь. Это мое детство здесь. В Ярославле прошли соревнования «Вертикаль». Сотрудники газодымозащитной службы со всей области пешком в полном обмундировании покоряли 25-этажную высотку на скорость. Именно эти люди первыми входят в горячие здания и спасают людей. Мой коллега наблюдал за состязаниями и знает, кто победил. Противогазии полной амуниции на 25-й этаж. Впереди 550 ступеней. За спиной, помимо кислородного баллона, еще пожарный рукав. Все снаряжение целиком потянет на 45 кило. Даже опытным спасателям нелегко. Правильно разложить силы надо. Вроде как бы не особо много, 25 этажей. Но под конец уже очень тяжело. И приходится помогать воздух дополнительно подавать. Наверное, 14-й этаж у меня самый высокий был за службу пешком. Причем неоднократно. И людей эвакуировали. Все, кто попробовали осилить 44 метра вертикального подъема в полном обмундировании, рассказывают примерно одно и то же. Первые 10 этажей преодолеваются быстро и легко. Тяжесть начинает чувствоваться после 15-го. А вот с 20-го, говорят, забиваются ноги. В предыдущем году было сложнее, потому что первый раз привел участие в данных соревнованиях. А в этом году хотел побить, так скажем, свой рекорд. Но посмотрел уже результаты судейской коллегии. Нет, не получилось. Ну, значит, есть еще, ну, то есть, куда стараться. Каждый спасатель специально готовится перед стартом. Разминается, проверяет все снаряжение и приборы для дыхания. Соревнуются газодымозащитники на время. Для этого на старте и финише установлены камеры. У нас все города растут, и города растут всегда вверх. У нас с каждым годом все больше и больше домов высотной этажности. Это 12 этажей выше. У нас сейчас 25-этажный дом. Один из самых сложных пожаров – это пожар в высотном здании. И по легенде на 25-м этаже загорается квартира. И пожарная во всей экипировке как можно быстрее может подняться на 25-й этаж, проложить рукавную линию и спасти условно пострадавшего. В реальной жизни, когда происходит возгорание в высотке, лифты отключают. И подниматься огнеборцам приходится пешком. От того, насколько быстро спасатель достигнет источника пожара, могут зависеть жизни людей. А потому профессионалы неустанно тренируются и соревнуются. Сегодня на старт вышли 4 десятка участников из 11 команд. Это газодымозащитники со всей Ярославской области. По итогам самым быстрым оказался представитель пожарной части Заводского района Ярославля Евгений Хатамов преодолел дистанции за 3 минуты 12 секунд. Владислав Саражук, Денис Кауров, главные телевизионные новости. Жители Ярославля продолжают вступать в ряды Вооруженных сил России. Таким людям положено достойное денежное вознаграждение. Федеральная и региональная части выплаты серьезно увеличены. Теперь ярославцы, подписавшие контракт с Минобороны, получат в общей сложности 1 миллион 10 тысяч рублей. При этом мэрия оказывает помощь в оформлении всех документов. В подведомственном городоучреждении, Центре по сопровождению контрактников, работают представители военкоматов и МФЦ, что позволяет получить необходимые консультации или восстановить недостающие бумаги. Обеспечивается проживание и трехразовое питание. Это касается и тех, кто приехал в наш город из других областей. Высокий уровень патриотизма, большая ответственность и понимание той ситуации, в которой сейчас находится наша страна. Это люди очень сильно мотивированы. Они понимают свою задачу и они готовы к этой выполнению задачи. Поэтому мы их очень сильно и глубоко уважаем. Стараемся максимально оказать содействие, чтобы в любых вопросах у них было полное понимание. В силу вступил новый федеральный закон о внесении изменений в ФСЗ о национальной платежной системе. Он предусматривает банковские механизмы защиты от переводов мошенникам. Однако обманутых ярославцев меньше не стало. В чем причина? Какие самые распространенные способы мошенничества, а какие новые? Как обезопасить себя? Об этом и не только в программе «Слово прокурору». На вопросы моей коллеги Анны Лазоркиной ответит Ольга Гарина, заместитель начальника управления по надзору за исполнением Федерального законодательства прокуратуры Ярославской области. Эфир завтра в 19.20 на городском телеканале. В Ярославле стартовала акция «Открытка учителю». Она приурочена к профессиональному празднику работников сферы школьного образования, который отмечается 5 октября. Ученики школ Ярославля за две недели подготовили открытки и вышли с ними в юбилейный парк. Волонтеров трудно не заметить. Школьники в желто-фиолетовых куртках с красивыми поздравлениями в руках. Каждая уникально создана ребятами. Пожелания тоже будут разные. Слова признательности и благодарности любимым учителям могут написать прохожие. Необходимо указать имя и фамилию педагога, школу, в которой он работает, и оставить несколько добрых фраз. Предлагаем людям поучаствовать в такой акции, как «Открытка учителю». Эта акция направлена на поздравление учителей с таким важным праздником, как День учителя. Сыграли большую роль в моей жизни. Воспоминания разные. Сейчас все путается, конечно. Ну, некоторым учителям огромное спасибо. Сделали из нас людей и научили правильно одолевать предмет, идти по жизни. Очень помогли их знания. Жители могут до 30 сентября подписать или передать уже готовые открытки для любимых учителей волонтерам. Они будут дежурить и в других местах. Поздравления для преподавателей из других городов также дойдут до своих адресатов. Эта акция проходит уже восьмой год. Она уже знакома многим ярославцам. Многие ждут с нетерпением. Специально приходят в точки работы волонтеров. Театр Ленкома Марка Захарова представил в Ярославле спектакль «Старомодная комедия». Известная с советских времен история продолжает шествие по театральным подмосткам. Знаменитый драматург Алексей Арбузов написал пьесу о любви немолодых людей, которая 40 лет интересна зрителям. Марина Смарагдова побывала на спектакле. Пьеса Алексея Николаевича Арбузова «Старомодная комедия» была написана в начале 70-х и очень быстро ушла в народ. Ее тепло приняли. Стали снимать фильмы, ставить спектакли. И эта история продолжается до сих пор. По существу в основе сюжета курортный роман, который перерос в большое и настоящее чувство. Банальное на первый взгляд событие, однако волнует людей уже полвека. А все потому, что трогательная история влюбленности немолодых людей рассказана по-арбузовски, талантливо. Ярославцы пришли посмотреть на знаменитых артистов уже известной и любимой истории. Вещь нам знакома. Замечательный фильм с Алисей Бруновной, Френдлих и ее супругом, замечательным актером и режиссером Игорем Владимировым. Очень запал в душу этот сюжет. И решили посмотреть это сценическое воплощение этого замечательного фильма. Любви все возрасты покорны. Пушкинский постулат не может опровергнуть, пожалуй, никто. Только дополнить и развить. Тонкие психологические переливы чувств от неприятия до обожания нравятся зрителям. Нечто подобное переживали многие. В фокусе зрительского внимания двое, а третий персонаж незрим. Это зарождающаяся любовь. Монологи еще более сложная вещь, например. Или моноспектакли. Когда, если есть на то основание, артист может держать зрительный зал полтора-два часа. Это зависит, наверное, от таланта артиста. У меня замечательная партнерша. Оба артиста в линкоме со студенческой скамьи. Олеся Железняк проснулась знаменитой после фильма «Ландыш серебристый». Виктор Раков отлично исполнил роль мастера в фильме Юрия Кары. Актер поет и пишет картины. В Ярославле они были не раз. Есть друзья и знакомые. Город знакомый по съемкам и по праздному пребыванию. И вот новое свидание с ярославцами. Марина Смарагдова, Михаил Орлов. Главные телевизионные новости. И сейчас к спортивной части выпуска. Скоро каменная сказка. Во дворце культуры имени Анатолия Михайловича Добрынина. Нельзя бояться. Когда это происходит, соперник тоже чувствует. Главный тренер железнодорожников Игорь Никитин прокомментировал итоги встречи на послематчевой пресс-конференции. Ярославский локомотив дома сыграл с Череповецкой Северсталью. Владислав Старожук наблюдал за напряженным противостоянием. Команды на льду. Ворота локомотива уже третий матч подряд выходит защищать голкипер Даниил Исаев. Сейчас ярославский локомотив поборется с Череповецкой Северсталью за лидерство западной конференции. В турнирной таблице наша команда опережает соперника на один балл. Итог матча покажет, кто возглавит этот список. Ледовое побоище началось. Обе команды попытались открыть счет на первых минутах матча. Но все позиционные атаки от гостей и хозяев площадки захлебнулись в обороне. Я не знаю, как сегодня сложится игра, но в любом случае удачи и нам, и вам, и локомотиву, и нам, Северсталью. Мы приехали поддержать родную команду. Плюс у локомотива два ведущих игрока травмированы. Скажется ли это на игре, я не знаю, но у нас уже такой состав более-менее сыгранный. Удачной контратакой Даниил Чесанов смог поймать Череповчан на ошибке. Нападающий получил пас из средней зоны. Убежал от защитников и вышел 1-1 с голкипером. У нас такая команда локомотив. Мы всем командам даем шанс отыграться. Любой. В гостях, дома. Мы можем 3-0 выигрывать и 4-3 проиграть. Мы можем 2-0 выигрывать и 3-2 проиграть. Вот. Но мы такие. Это локомотив. Но тем не менее мы играем в финале. А нынче мы возьмем Гагарина. За первой шайбой последовала вторая после нескольких атак. В конце первого тайма ситуация буквально повторилась. Даниил Чесанов снова обошел защиту Северстали. Но в этот раз не смог переиграть вратаря. Главное, что на добивании подоспел форвард Георгий Иванов. Северсталь смогла отыграть одну шайбу только в третьем периоде. Но защитник Никита Черепанов мощным броском снова вернул нашей команде преимущество. А на последних секундах матча нападающий Артур Каюмов забил в пустые ворота. Итог 4-1. Я же должен соображать, кого упускать. Чувствовать, кто в игре. Иногда это получается, иногда не получается. То есть это как раз часть моей работы, которая может быть незаметна, но она очень важна. Интересная головоломка. Я за это и люблю свою работу. Ярославский локомотив смог сохранить лидерство в западной конференции. Домашняя серия для команды Игоря Никитина продолжится завтра. В Ярославль приедет омский авангард. Владислав Старожук, Василий Мосин. Главные телевизионные новости. Матч Шинника с московским торпедо стал самым посещаемым за последние 9 лет. Такова статистика пресс-службы черно-синих. Игру в рамках первенства ФНЛ посетило 4039 зрителей. Такую заполняемость трибун объясняют в клубе хорошей погоды и авторитетам соперника. Торпедо сейчас идет на втором месте. Показывает интересную игру. Не случайно только одних столичных фанатов на стадионе в Ярославле было 700 человек. Напомню, встреча двух команд завершилась ничьей 1-1. В последний раз на стадион пришло больше болельщиков только в 2015 году, когда Шинник принимал на своем поле столичный «Спартак-2». Матч проходил в разгар лета. Рубинские шорт-трекисты забрали медали Кубка России. Первый этап состязаний по конькобежному спорту прошел в Уфе. Золото у Матвея Рудакова. Он преодолел полтора километра за 2 минуты 27 секунд. Также золото завоевал и Даниил Николаев. Он обошел хозяина арены, трехкратного олимпийского чемпиона. На той же дистанции у девушек из Рыбинска два серебра, как и в мужской и женской эстафетах, где на пятикилометровых дистанциях обе сборные в Ярославской области стали вторыми. Наш регион на состязаниях представило 12 шорт-трекистов. К другим темам эфира. Невероятной красоты и с необычным посвящением. Храм Спиридона от Римефунского поражает современников следованием древнерусским образцам и в интерьере, и в благоукрашении. Он находится в Николосольбинском монастыре неподалеку от Переславля. Биография невелика, 19 лет, но история строительства изобилует интересными фактами. О них продолжаем рассказывать в рубрике «Ярославская история». Вся архитектура, которую вы видите, видите вот в этом монастыре, это то, что мне Господь открыл, ниоткуда не взято, ниоткуда не списано. Это откровение Божие. То, что я хочу засвидетельствовать, то, что мне Господь открыл, благодарю Господа, что это сейчас стоит и радует людей, и просвышается служба. Храм святителя Спиридона – попытка современного прочтения национального русского стиля, воссоздания былого великолепия. Весь храм построен из точенного камня. Для этого каждая деталь вычерчивалась отдельно и делалась вручную. Специалисты, способные произвести в наше время столь сложную художественную кладку, чрезвычайно редки. С первых шагов в этом храме ты понимаешь, что это настоящее произведение искусства, драгоценная шкатулка. Настолько все сделано с любовью, мастерством и огромным вкусом. Внутреннее убранство храма гармонично продолжает уникальный внешний облик. Продумана каждая деталь. Порталы входов, как в древнерусских храмах, выполнены в традициях Владимира Суздальского зодчества XII века. Паникодилы украшены цветным стеклом, что вносит праздничность и дополнительную нарядность. Склоны окон заполнены растительными орнаментами. И не только окна. Цветочных композиций много. Это напоминание о вечном глухании райского сада. На северной стене храмозданная летопись, которая гласит, что воздвигнута церковь при архиепископе Кирилле в 2005 году. Над ней сюжеты похвалы Богородицы. Пророки окружают Царицу Небесную и держат листы с восхвалениями. Напротив многофигурная композиция. Сошествие в ад. Христос добровольно отправился в подземное царство, чтобы спасти ветхозаветных праведников и освободить их атаков. В центре сложной композиции фигура Иисуса Христа. Мир земной и небесный связывает иконостас. Иконы в нем удивительной тонкой работы. Виртуозно выполнены одежды на алтарных иконах. Это Спаситель и Богородица. И эмофор Царицы Небесной и ее венец выполнены финифтиных дел мастерами. Скань сделаны, как не спадающие складки одежды. На небольшом возвышении сень над ковчегом с башмачками и частицей мощей Спиридона Тремифутского. Святителя изображают в пастушьей шапочке. Он действительно с детских лет пас оец. Большая житийная икона сделана в технике финифти с тончайшими украшениями. За добрые дела Бог наделил будущего святителя дарами прозорливости, исцеления неизлечимых больных и изгнания бесов. В сене ковчег украшены басмы. Это одна из древнейших техник украшения икон. Рисудок выбивается на тончайшем листе металла, часто драгоценного. Узор выбивается вручную по эскизу матрицы. И можно быть орнаментальным или сюжетным. Гипермаркет низких цен «Маяк». Сосиски молочные по-черкизовски 286 рублей за килограмм. Яйца куриные отборные выксунская птица 10 штук 93,90. «Маяк». Держите курс на низкие цены. Теперь к погоде. В студии Алена Груздева. Здравствуйте. В среду в Ярославле будет преобладать солнечная и сухая погода. Подробности далее. Протезы верхних и нижних конечностей. Протезно-ортопедический центр «Преодоление». Ваш шаг к полноценной жизни. Телефон в Ярославле 66-33-59. В среду ночью в Ярославле облачно с прояснениями без осадков температуры 7 градусов. Ветер южный 3 метра в секунду. Влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 757 миллиметров притутного столба. В среду днем в Ярославле облачно с прояснениями без осадков температура 21 градус. Ветер южный 4 метра в секунду. Влажность воздуха 65%. Атмосферное давление 756 миллиметров притутного столба. Грандиозная распродажа в шоке. С 19 сентября по 6 октября. Шокирующая скидка 50% на все. Шок. ТЦ Яркий. Второй этаж. На этом у меня все. В студии работала Алена Груздева. До свидания. Через мгновение в эфире художественный фильм «Разбитая колыбель». Приятного просмотра. Наши новости доступны на сайте gtk.tv, в телеграм-канале, официальном паблике сети ВКонтакте и на популярных видеоплатформах. Сообщайте новости в редакцию по телефону 72 11 70 72 11 80. В студии работала Екатерина Сысоева. Хорошего вечера. До свидания.